Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. И сегодня пятница, а это значит, что мы начинаем наш еженедельный пятничный конкурс. Но перед этим объявлю тему, что вам несет будущая неделя. Потому что сегодня пятница, а с понедельника новая неделя. И вот что она вам несет, мы будем разбирать. Разбирать мы будем с вами на Ракуле Ленорман, Арт М. И, соответственно, приз у нас совершенно новая запечатанная колода. Оракул Ленорман Арт М. Это очень красивая колода. И вы ее все, я думаю, знаете. Мы ее несколько раз уже разыгрывали. Многие люди получили свой приз и очень довольны. Вот так она выглядит, эта колода. Вот такая у нее рубашечка. Есть вот такие вот краткие инструкции, так скажем. И очень красочные карты. Мне они очень-очень нравятся. Вот смотрите. И вот эту колоду мы разыгрываем. Я считаю, что многим захочется ее выиграть. Поэтому для того, чтобы попытаться выиграть эту колоду, я вам расскажу правила. Правило номер один. Нужно быть подписанным на наш канал Школа Таро Альвиен. И поставить колокольчик, чтобы все наши видео выходили сразу же у вас. Пункт номер два. Нужно поставить лайк этому видео. И написать комментарий со словом Ленорман. Это кодовое слово. У кого оно есть в комментарии, тому я буду присваивать порядковые номера. Также у меня есть закрепленный комментарий. В нем две ссылки. Поэтому комментарий нужно развернуть и подписаться на еще два наших канала. Это канал Бумажка, где проходит игра угадай для развития экстрасенсорных способностей и интуиции. И каналы лайф о нашей жизни. Поэтому подписывайтесь и не стесняйтесь, так скажем. Иначе ваше участие не будет засчитано. В воскресенье я вам присвую порядковые номера вечером. И доставлю их в понедельник утром. И в понедельник где-то с 14 до 15 часов по Москве у вас уже будет опубликовано видео с розыгрышем, которое нужно обязательно посмотреть. Если вы не увидите, что вы победили, приз, естественно, вам не достанется. Ну вот такие условия. Я думаю, что все очень просто и легко. И у нас многие выигрывают. И сами не верили, что выиграют. Да, но выигрывают. Поэтому обязательно участвуйте. Итак, давайте погадаем. Что вам несет будущая неделя? Гадаем на Ленорман. Тем более, что колода такая хорошая. Ленорман Арт М. У нас будет 4 позиции по одной карте. Возможно, мы их будем докладывать. Что вам несет будущая неделя? Если какие-то карты вам покажутся негативными, не пугайтесь. Потому что я их трактую. Я рассказываю, что они означают, а не вы. Поэтому надо вам об этом как-то помнить. Что то, что я увидела, потому что у меня есть дары сновидения, то я и говорю. Не всегда я привязываюсь полностью к самой карте. И не всегда я завишу от нее на 100%. Вот такие обозначения я взяла для этого гадания. Что вам несет будущая неделя? Первая, вторая, третья, четвертая. Также напоминаю, что вы на любую будущую неделю можете на этом гадании погадать. То есть, если вы даже через год открыли это видео, оно может быть актуально для вас прямо сейчас на будущие 7 дней. Да и все. Или на любую неделю, какая вам там нравится. Допустим, опять же, также в пятницу открываете. Можете на неделю с понедельника погадать. И мы начинаем с нашего ангелочка, с первой позиции. Что вам несет будущая неделя? Ух ты, какая хорошая карта. Валет червей сердца. Эта карта действительно позитивная. Вы на будущей неделе будете все делать с помощью вашей души, интуиции, сердца. Как вам сердце подсказывает, так вы будете жить. Эта карта очень позитивная, потому что это карта любви. И она говорит о том, что у вас идут улучшения в личной жизни на будущей неделе. Может быть, даже признание в любви или предложение руки и сердца. Карта действительно замечательная. Она часто показывает, что человек может заключить контракт по работе на очень долгие годы или на всю жизнь. Или приобрести очень хорошего клиента, богатого на долгое время. Клиент по сердцу или работодатель по сердцу. Также, конечно, эта карта говорит о том, что вы, возможно, получите какую-то премию, вознаграждение, подарок. Часто означает она подарки от человека, который вас любит, который вас ценит, уважает, который как-то привязан к вам сердечно. И, естественно, это очень такая карта нежная, заботливая. Кто-то может проявить на неделе к вам настоящую заботу, внимание, любовь. Вот знаете, как, может быть, вы не ожидали даже такой любви от какого-то человека. Бывает такое, что живешь и не думаешь, что какой-то человек так проявит к вам свою инициативу. Потому что человек раньше, может быть, не так сердечно себя проявлял. Но по карте сердца, конечно, начинает проявлять себя очень сердечно. Роман может выдастся нешуточный, да, может завязаться серьезный роман, серьезные отношения на этой неделе с каким-то человеком, который сердцу вашему мил. И, естественно, вы будете очень чувствительны, вы будете эмоциональны на этой неделе. И, более того, эта карта очень энергетически насыщена. Она говорит о том, что энергия растет. То есть вы можете больше созидать, можете стать более талантливы, более креативны, более для людей, так скажем, интересны. Люди с вами лучше взаимодействуют. Карта недели у вас действительно хорошая. Но давайте дополнять. Всадник может выдастся еще и дорога куда-то с любимым человеком. Потому что всадник, он часто означает дорогу. Но также он может означать письма, известия от дорогого сердцу человека. Также он может означать, что дорогой сердцу человек приедет к вам в гости. Конечно, эти карты в сочетании своем показывают большие перспективы развития. Они показывают, ну, так скажем, когда развивается любовный роман. Вот больше-то всего, да. Человек проявляет инициативу, ухаживает, зовет на свидание, ездит к вам. Больше всего это обозначает именно такие вещи. Но бывает и другое, да. Что новости получаете, общаетесь по интернету, на работе у вас все хорошо, сердечно. Тогда командировка светит и так далее. Вот. Вы знаете, вообще это очень активная карта. Они говорят о том, что у вас будет очень много энергии, силы для того, чтобы двигаться по жизни. И мы видим здесь что? Все идет сердечки, под черви, да, по сердцу. Все идет по сердцу. Все идет именно больше всего развития в личной жизни. А может, вы мечтали, что какой-то человек помирится с вами, выйдет на связь. Конечно, эти карты означают, да, что этот человек помирится, появится, выйдет на связь. Вы поговорите. Конечно, это означает, если вы вдруг хотели этого. Вот. Но также карты могут говорить о том, что вы, наконец, нашли спутника жизни. Или познакомились с кем-то интересным для вас. Ну, такая позиция. Очень позитивная неделя будет у вас. Это факт. Смотрим позицию номер два. Будущая неделя. Какая у нас будет, что несет. А вот тут, видите, тут уже другая карта. Тут карта плеть у нас выпала. У вас неделя будет очень жаркой. Это 100%. Будет очень много разговоров, споров. Может быть, каких-то, ну, даже осуждений с вашей стороны, в сторону людей. Или наоборот. Может быть, какая-то критика. Может быть, какие-то, ну, так скажем, разборки. Вы знаете, вот эта карта, она всегда показывает, что пора решить проблемы. Но, чтобы решить проблему, нужно ее обсудить. Вот. А когда начинаешь обсуждать, начинаешь, ну, спорить, как ее решить, да. Иногда она означает обычный разговор. И она всегда показывает, что, ну, например, люди просто сплетничают, беседуют, там, не знаю, две подружки, да. Но тогда будете очень много с этой подружкой или там с другом что-то обсуждать, прям, знаете, так жестикулируя, обсуждая каких-то людей или какого-то человека. То есть, это очень часто просто иногда разговоры, сплетни, вот активность такая. Часто карта может означать с каким-то человеком сотрудничество, но человек постоянно лезет на рожон. То есть, допустим, вы работаете с сотрудницей или сотрудником на работе, да. Но человек иногда бывает с гневливым характером. Иногда этот человек как-то показывает свое я, свою какую-то вот эту вот, не знаю, там, остроту, перчинку, харизму. Ну, в сексуальном плане, конечно, карта говорит о сильной страсти. О том, что, когда, ну, один человек настолько сильно друг друга воспринимает как близкого и как объект страсти, что он очень ревнует, понимаете, пытается все время быть рядом, проконтролировать другого человека. Вот вас, может быть, кто-то будет контролировать и слишком много давать своего внимания, навязчивое внимание. Ну, что плеч, метла, да, это такая карта, она говорит иногда, вот, видите, она с плеткой стоит, вот с этой. Вот знаете, как человек очень страстью пылает. Вы для него этот объект страсти, и он не знает, как иначе ему, кроме как вот такой агрессивной манерой проявлять эту страсть. То есть, это не то, что вот он дерется, да, а то, что он может вас контролировать, проверять там ваши звонки, переписки. Ну, вот так как-то иногда грубовато это бывает, ну, вот на мнение многих людей. Также, конечно, карта метла, плетка означает, что у человека идет период очищения или избавления от чего-то. Ну, это когда вы всю квартиру перебрали, весь хлам свой выбросили, там, или весь дом, да, или убираете на огороде. Она тоже может это означать, потому что выметаем лишнее. В любом случае не бойтесь этой карты, она остренькая, она с перчинкой, но она не страшная, там, не обозначает, что что-то плохое будет, да. Ну, могут быть какие-то споры, но это просто карта активного человека. Вот у него идет сейчас процесс такой, что он, там, не знаю, коробки выносит из этого дома, там, или вообще переезжает. Какая-то вот такая вот движуха. Давайте еще карту достанем. Дерево, видите, хорошая карта дерева. Она показывает, что если у вас будут какие-то споры все-таки, то с родней бывает, да. Но также она может показывать, что вы крепко стоите в жизни на своих ногах, на корнях, укрепились корнями в землю. Что у вас крепкое здоровье, что у вас жизненные силы, что вас поддерживают родовые каналы на неделе. Поэтому неделя, да, несет вам вот какой-то вот с одной стороны накал страстей, а с другой стороны крепкое стояние на ногах и увеличение энергии. Конечно, общение может быть с родственниками на неделе, с родителями, но почему нет? Вот, и даже если эти люди будут с вами спорить, они все равно вас любят, они все равно вас ценят. И, ну, что бывает, конечно, у всех там в семье, да, какие-то такие моменты спорные, но это не означает больших скандалов. Вот, допустим, метелка, она никогда не означает крупных скандалов с разрывом отношений, а просто какие-то споры, болтовня, понимаете? Ну, вот такая позиция номер два. Третья позиция, что внесет будущая неделя, а вот тут выпала карта крест, что-то будет происходить по судьбе. Вот вы знаете, когда крест выпадает, это значит, вам судьба посылает что-то, посылает что-то интересное в жизни. Ну, иногда это испытания, иногда это встречи, иногда это новая работа. Давайте все-таки раскрывать эту тему, рассматривать эту тему, да. Она несет судьба вам клевер, а клевер это очень удачная карта. Вам по судьбе или выиграть в ближайшую неделю, или получить какой-то, ну, не знаю, там, вознаграждение, приз, лотерейный билет хороший. Может быть, это означает получить богатую, хорошую, высокооплачиваемую работу, лучших партнеров, сотрудников. Но эти люди в любом случае, кого бы вы не встретили на будущей неделе, они вам по судьбе. Это значит, что эти люди будут влиять на вашу жизнь в будущем. И клевер это очень удачная карта. Она говорит о том, что вы будете, во-первых, пользоваться у людей популярностью. В каком плане? Они вас будут воспринимать очень позитивным человеком. Простодушным, позитивным, классным, с кем можно пообщаться, с кем можно доверять, да. Вот, также клевер всегда говорит о сильном прибавлении в деньгах, об удаче в деньгах. И о том, что вы вот как будто нашли этот четырехлистный клевер. Что вам в чем-то очень повезет, вы расслабитесь, вам будет очень хорошо. Но вам это предоставляет именно судьба. Может быть, вы в компании каких-то будете людей, которые в будущем повлияют на вашу жизнь. Вы об этом даже не будете подозревать. То есть, сейчас пока это просто общение и все. А на самом деле потом все дальше-дальше закручивается эта связь. Вот. Клевер это хорошие новости. Клевер это работа по душе. И лечение травами. То есть, когда ты там, не знаю, сборы какие-то завариваешь и пытаешься там, да, как-то вот свое здоровье там улучшить, наладить. И причем очень даже помогает. Сам клевер, кстати, убирает у человека холестерин. Поэтому его очень любят заваривать. Диабетики, люди с повышенным холестерином, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также это природный гормон, как вы знаете, да. То есть, если, ну, какие-то есть нарушения цикла, его женщины пьют. Пьют при климаксе, при наступлении климакса. Это очень хорошая трава. На фоне нее созданы замечательные препараты, такие как феминал. Вот. И нервы успокаивает. Клевер на 100% и даже избавляет от панических атак. Да. Как вы знаете, может быть, не знаете. Но нервы лечит он очень хорошо. Лучше, чем валерьянка, лучше, чем пустырник. Поэтому, вот, может быть, какие-то сборы будете употреблять. Также вы можете проводить время на природе. На лугу, на в деревне, в поселке, в саду. Клевер всегда это означает. Ну, вот такая вот у нас позиция. И позиция номер 4. Что вам несет будущая неделя? Мужчину несет. Ну, будет событие вертеться вокруг какого-то джентльмена, мужчины. Этот мужчина как-то будет занимать ваши мысли. Но также карта означает прочное положение в обществе, управление в обществе кем-то. Занятие руководящего поста. Или общение с начальником. Но тогда очень частое, долгое. И продуктивное, да. Также мужчина говорит о том, что вы занимаете какие-то прочные позиции на этой неделе. И в работе, и в личной жизни. Подъем жизненных сил означает. Подъем мужской энергии в организме, да. Когда хочешь достигать целей, идешь на пролом, несмотря ни на что. Но также больше всего это человек, да. Человек, с которым вы общаетесь. Или вокруг которого завертелось важное событие в вашей жизни. Общение с человеком. Развитие отношений. Развитие личных отношений. Развитие партнерских отношений. Мужчина какой-то будет играть очень важную роль. Мы видим также карту коса. Мы видим также карту собака. Я еще хочу карту достать кольцо. Видите? Тут идет ситуация, когда люди сначала, может быть, немножко повздорили. Потом они начали снова общаться. И делают или предложение руки и сердца. Или просто понимают, насколько они душевно на самом деле хорошо друг с другом сочетаются. Да, у вас с этим мужчиной может возникнуть конфликт, но с примирением и сильным улучшением в плане ваших отношений. Человек влияет на вас, но именно в положительном ключе, раскрывая какие-то ваши блоки, устраняя эти блоки внутри вас. И ваши, может быть, какие-то даже, ну как сказать, скрывает пласты в психике залежи вот этих негативных программ. Они все идут наружу, да, и вычищаются с помощью этого человека. Ну, собака и кольцо, вообще карты очень хорошие. Они говорят о том, что рядом верные друзья, помощники, соратники, родня. И люди, которые хотят, чтобы вы были с ними семьей, чтобы вы объединялись, чтобы вы были рядом с этими людьми, заботились о них, а они о вас заботились. То есть, это очень хорошее окружение ваше. Ну, и для многих известие о свадьбе, конечно. Вот такие у нас были четыре позиции. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока. Участвуйте в конкурсе. Обязательно участвуйте. А вдруг вы выиграете? А если не поучаствуете, не выиграете точно. Поэтому пишите кодовое слово Ленорман. Подписывайтесь на два канала, ставьте лайк. Ну, и я думаю, что вы подписаны на наш канал. Если нет, обязательно подпишитесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok